Юлия Геннадьевна, как Вы считаете, действительно ли всем школьникам, девочкам в том числе, понадобятся навыки разбирать и собирать оружие, ходить строевым шагом, метать гранаты? Эта практика не нова. В школах Советского Союза преподавался для старшеклассников предмет начальной военной подготовки. Но данное предложение Министерства просвещения сейчас проходит стадию активного обсуждения. Я вижу в этом только положительные моменты. Почему? Потому что абсолютно убеждена, что человек в возрасте совершеннолетия, когда он выходит за пределы образовательного учреждения, нет ничего плохого, если он будет иметь навыки оказания первой медицинской помощи, если будет он иметь навыки выживания в экстремальной ситуации, какие-то навыки огневой подготовки. Строевая подготовка, она вообще в принципе человека дисциплинирует. Поэтому это скорее плюс введения данного предмета. При этом не нужно подменять понятие, что мы будем готовить школьников к нападению какому-то. Но умение себя защитить, умение взрастить себе такое понимание как чести и достоинства, я считаю, что введение данного предмета это только положительно. Для вашей школы уроки начальной военной подготовки не будут чем-то таким новым, потому что у вас существуют правоохранительные классы. Вот в этих правоохранительных классах чему обучаются дети? Понятно, что с 1 по 4 класс это больше такая игровая деятельность, хотя вот строевая подготовка у них тоже ведется, и там все достаточно по-взрослому, строго и сложно. Но тем не менее, вот помимо строевой подготовки, все остальное для детей это вот такая вот хорошая жизненная, но все-таки игра. А вот уже с 5 по 11 класс здесь уже действительно отрабатываются определенные навыки и ведут наши инструкторы эти занятия. Кстати, я получаю только очень такой положительный отклик и со стороны родительской общественности. Плюсом, конечно, нам немного полегче, потому что у нас есть инструкторы, которые на сегодняшний день обучают детей всем вот этим навыкам начальной военной подготовки. Понадобятся ли в будущем дополнительные кадры? В советской школе начальную военную подготовку преподавали либо военнослужащие, которые находились в отставке, либо в педагогическом университете была кафедра, которая выпускала учителей начальной военной подготовки. На сегодняшний день данных кафедр не существует, поэтому вот вопрос именно кадровый, он все-таки на повестке будет стоять. Можно сказать, что в этом вопросе нашей школе, возможно, будет чуть-чуть полегче. Во-первых, решен кадровый вопрос, во-вторых, материально-техническая база подготовлена. Если уроки начальной военной подготовки будут введены в школах с 1 сентября 2023 года, вот есть ли сейчас уже понимание, сколько часов будет проходить такой урок в неделю, с какого возраста, то есть с какого класса школьники будут обучаться таким навыкам? Прорабатывается вопрос, да, и он еще активно обсуждается, поэтому, но в принципе еще стадия подготовки учебной программы, на это тоже должно быть определиться время, и уже затем школы будут готовиться, чтобы к 1 сентября действительно ввести начальную военную подготовку. Но я думаю, что 10-11 класс это вполне нормальное решение, вот чтобы этот курс был все-таки введен в учебную программу. А вот когда вы учились в школе, наверняка у вас же были уроки начальной военной подготовки, вот те навыки, те знания, которые вы тогда получили на уроках, они вам потом пригодились в жизни? Элементарно знание, как выжить в экстремальных ситуациях, как себя защитить, как оказать первую помощь не только попавшему в беду человеку, но и самой себе, поэтому, но безусловно, это было не зря. У нас в школе обучался учащийся, который показывал низкие образовательные результаты, в связи с этим у него в любом случае выработался вот такой комплекс психологический, что нет такой у него возможности быть как-то с ребятами на равных. И вы знаете, он так увлекся и борьбой, да, то есть это вот защита себя, самооборона по-другому, и строевой подготовкой, и вот как раз работа в тренажерном зале, что это сподвигло его, в принципе, наладить и взаимоотношения с учителями, и с одноклассниками, соответственно, и даже повысить собственные образовательные результаты, поэтому он очень спокойно закончил у нас основную школу, поступил в колледж. Я всегда своим коллегам говорю, что если мы нашли подход хотя бы к одному, соответственно, мы уже сделали большое, доброе, педагогическое, профессиональное дело.